Здравствуйте! В Институте космических исследований прошел научный форум, посвященный запуску в октябре 57-го первого искусственного спутника Земли. По мнению ученых, современная космонавтика стала ближе к человеку. Она не только локомотив фундаментальной науки, но и создатель прикладных технологий, которые работают на благо землян. Мы ежегодно отмечаем этот день. Он, кстати, одновременный день военно-космических сил, без которых, наверное, невозможно были бы все наши запуски. Они осуществляются силами этого подразделения российской армии. И мы его отмечаем уже седьмой год. В ядерном центре в Дубне приступили к строительству коллайдера – ускорителя заряженных частиц. На нем смоделируют процесс возникновения первых кирпичиков мироздания. И самое главное, подмосковный коллайдер даст возможность нашим талантливым ученым применить свои знания не за рубежом, а в России. Младший брат большого адронного коллайдера появится в подмосковной Дубне. В Объединенном институте ядерных исследований началось строительство отечественного ускорителя ядерных частиц. Объединенный институт ядерных исследований основан в 1956 году на базе Института ядерных проблем Академии наук Советского Союза. Находится в городе Дубна. Здесь впервые в мире создан синхрофазотрон – протонный ускоритель, на котором ученые достигли рекордной по тем временам энергии. За большой вклад института в современную физику 105-му элементу периодической системы Менделеева присвоено название «Дубней», а 114-му – «Флеровий» в честь академика Георгия Флёрова. Нарекли русский коллайдер просто и красиво – НИКО. Наш проект – это проект НИКО, который в качестве основного разгоняющего ускорителя использует существующий нуклатрон. НИКО – не менее амбициозная, но менее дорогая установка, чем Церновская. Периметр кольца – 500 метров. Как и швейцарский научный комплекс, создаваться НИКО будет в международной кооперации. В Дубне не стали рыть тоннели и копать шахты. Проект разработан на базе уже существующего нуклатрона. По сути, это каскад из трех ускорителей. Один из них уже действует – сверхпроводящий ионный синхротрон-нуклатрон. На втором этапе бустер обеспечит необходимую интенсивность пучка частиц. Плюс два кольца коллайдера, в котором и будут сталкиваться проблемы. Русский коллайдер станет лучшей установкой для проведения экспериментов по физике тяжелых ионов. Для того, чтобы их изучать, необходимо создать максимально возможную плотность барионной материи. Ту, которая существует в нейтронных звездах. Ученые надеются, что после запуска проекта НИКО, центр таких исследований пропишется в Подмосковье. Для изучения процесса максимальной барионной плотности не нужна максимальная энергия, как на Большом антронном коллайдере, как на Брукхевенской машине. Теоретики рассчитали, и она очень близка к той, которая сегодня достижима на нашем нуклатроне. Главное отличие российского коллайдера от швейцарского в том, что в ЦЕРНе основные силы брошены на поиски неуловимого бозона Хиггса, частицы, которая дает массу всем остальным частицам. Россия же на своей установке будет изучать другую область возникновения Вселенной несколько миллиардов лет назад. Формирование из кварков и глюонов частиц барионной материи, то есть нашего с вами мира. Теоретики сформулировали условия, при которых было возможно образование материи, Вселенной именно по тому пути, по которому оно пошло. А условия простые – это определенная температура или энергия частиц и плотность ядерного вещества. И когда были теоретиками сформулированы вот эти условия, стало понятно, какой эксперимент можно поставить в лабораторных условиях у нас на Земле, чтобы смоделировать, попробовать смоделировать те события, которые вот были на ранних этапах образования Вселенной. Именно НИКО позволит ученым приблизиться к условиям возникновения Большого Взрыва, от которого, по мнению физиков, и появилась наша Вселенная. Для этого нужно четко определенные энергии, надо разогнать тяжелые ядра. Мы выбрали золото по золоту, потому что это легче технологически сделать. То же самое, что и делалось в Брукхевене. И на базе нуклеотрона создается коллайдер. Будет организована встреча в двух пучков, в двух местах. В одном мы будем изучать, в одной точке встречи, тяжело-ионную программу, а в другой будем изучать спиновую физику. Тоже не менее интересный проект. С помощью НИКИ ученые надеются раскрыть структуру Вселенной и тайны ее фундаментальных сил. Темной материи, темной энергии, черных дыр, кротовых нор и экстра-измерений. Когда вы знаете, как образовывалось вещество, как образовывалась материя, как она формировалась, вообще говоря, вы можете прогнозировать, что будет с этой материи, как она будет дальше развиваться, и как она будет, например, распадаться и гибнуть. То есть, вообще говоря, это фундаментальные вопросы, которые, возможно, дадут отгадки к пониманию эволюции нашей Вселенной. Сегодня научная программа НИКО наполняется новыми идеями. Параметры установки, а это высокая энергия, колоссальная плотность вещества и разнообразие сортов исследуемых частиц открывают возможности для решения целого ряда прикладных задач. Это углеродная терапия, тестирование электроники для космических программ, трансмутация радиоактивных отходов, новые подходы к получению энергии. Но главное, что коллайдер станет работать у нас в стране, а не за рубежом. И молодые российские ученые получат хорошую и интересную работу у себя дома. В студенческой столице Сибири, Томске, обсуждали разум 21 века. Так называется международный телефестиваль. Почетными грамотами главы Роскосмоса Владимира Поповкина были награждены телестудии сибирских вузов. Человек всегда мечтает о чем-то неизведанном. Поэтому космос, как любая неисчерпаемая тема, находит своих исследователей среди молодежи. Я надеюсь, будет находить и дальше. Без этого нам не жить. Это новые технологии так или иначе, новые возможности. Не все можно моделировать на Земле. Американские планетологи озвучили парадоксальную гипотезу. Луна вовсе не часть Земли, которая откололась после столкновения с гигантским астероидом, а потерявшийся спутник Венеры. Чтобы проверить эту теорию, необходимо взять образцы венерианского грунта и доставить на Землю для изучения. А это не так уж просто. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова